Ровно в 10 утра открываются ворота школы и дети с родителями направляются на площадь перед учебным учреждением для торжественной линейки. Свыше тысячи школьников сядут за парты в новом образовательном центре «Старт». Из них более 250 первоклассники. Все обещания губернатора выполняет. Социальная программа в непростое время продолжает реализовываться. Поэтому мы видим, что дети будут учиться в самых современных условиях. У нас учителя самые лучшие, поэтому вас поздравляю с праздником. Открытие школы действительно настоящий праздник. В ней оборудованы специализированные кабинеты физики, химии и биологии, а также медиа-центр, библиотека, пищевлог, два спортивных и хореографические залы, актовый зал на 600 мест. Если вы обратите внимание, какие школы строятся в Московской области, то это то, чем можно гордиться. Это просторная школа с необходимым оборудованием. Очень рад, что современные дети имеют такие прекрасные возможности для того, чтобы учиться и для того, чтобы самореализовываться, да и даже играть на переменах. ЖК «Пригород Лесное» – один из самых быстро растущих микрорайонов в Ленинском округе. И открытие здесь еще одной школы – безусловно, долгожданное событие. Пусть в нашем образовательном центре всегда будет интересно, познавательно и по-семейному тепло. После того, как представители строительной компании вручили директору школы символический ключ, старт образовательному процессу дали с помощью особой кнопки. Естественно, не обошлось и без традиционных атрибутов празднования Дня Знаний, первого звонка и перерезания красной ленточки. После чего для почетных гостей провели небольшую экскурсию по школе. Мы планируем, что в нашей школе будет несколько театров. Будет театр не только на русском языке, но и на английском. Мы планируем, что в нашей школе будет создана хоровая студия. Зал мы тоже используем по максимуму. Здесь будут проходить не только концерты, мероприятия, но и тренинги, мастер-классы для наших учителей. Не обошлось и без раздачи мороженого первоклассникам от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Эта традиция существует уже три года и находит отзыв у детворы. Может, а в школе сейчас в школе в школе в школе в школе? Будешь? Эти мальчишки и девчонки вряд ли представляют, какую огромную работу приходится проделывать многим взрослым, чтобы 1 сентября открылась новая школа. По словам главы округа Алексея Спаскова, нынешний год стал беспрецедентным с точки зрения количества сдаваемых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего образовательных учреждений. Строителям в этот день хочу сказать только исключительно слова благодарности. Два больших образовательных центра сегодня будут открываться. Это и здесь, в Мисайлово, и в Дрожжино. Кроме того, строители успели шесть детских садов построить, подготовить. При этом работы продолжают вестись. И до конца года у нас в планах еще открытие нескольких объектов, как и школа в Молоково. Может быть, январем, но тем не менее стараемся это сделать. Да, и еще детские сады. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.